Вы слушаете канал жааш.клаб – образ домового в славянской мифологии. Согласно мифологии славян, в каждом или почти в каждом жилом доме может обитать дух. Обычно он добрый, хороший хозяин, но может и пошалить, если вдруг ему что-нибудь не нравится. Частенько домовых подкармливали кашей или молоком, а представляли его традиционно как хлопотливого, мохнатого старичка, с густой бородой и длинными ушами. Именно поэтому и уважительно его называли «не домовым», а хозяином или дедушкой, а также доброжилом, доброхотом, батюшкой или даже кормильцем. Можно ли увидеть домовика? Разнообразие имен и прозвищ говорит о его «живучести» и непосредственной близости к людям, несмотря на то, что он до сих пор остается неуловимым и неуязвимым. Мало кто может сказать, что видел домового собственными глазами. А если кто такое говорит, то либо ему померещилось, либо врет, чтобы похвастаться. Даже сами эзотерики и мистики утверждают, что увидеть домового никак нельзя, обычному человеку это не по силам. А вот слышать его голос можно, в этом согласны все. Бывает, что слышится его плач, всхлипы или стоны. А иногда даже бывает, что доносятся слова, сказанные мягким и глухим голосом, дающие ответы на насущные вопросы. Как проявляет себя домовой? Считается, что пытаться увидеть домового или самому заговорить с ним нельзя. Этим можно навлечь на себя беду или болезнь. В то же время, есть поверье, что он частенько может наваливаться спящему на грудь. Если вовремя проснуться, почувствовать его и успеть сказать «к добру или к худу», то можно услышать ответ. Только скажет он очень-очень тихо, как будто листва от ветра шелестит. Если ночью он начал греметь посудой, стучать, возиться, то это, скорее, не со зла, а от того, что заскучал и потому, что нрав у него веселый. Домовой так сильно привыкает к своему дому, что его практически невозможно выжить или переселить. А бывает и так, что домовик начинает проказничать и пакостить, когда ему что-то не нравится. Он может рассердиться, если в доме часто слышна ругань и скандалы, а также он категорически не терпит кавардак и беспорядок. Из-за этого он может разозлиться на хозяев, начать им вредить, к примеру, прятать вещи, и даже пугать. Какие знаки может подавать домовой? Главная задача этого домашнего духа – заботиться о жилище и тех людях, с которыми он живет. А потому в народе давно научились распознавать и расшифровывать те знаки, которые он подает. Если вдруг раздался плач, то это к покойнику. Зашумит заслонкой от трубы, придется судиться. Если же кого-нибудь ночью намочит, тот человек может заболеть. За волосы подергает, жене спорить с мужем не стоит, можно битой оказаться. Загремит посудой, внимательно за огнем следи, дабы пожара не было. Если заохает и заплачет, это к горю. Если же играет песни, то это к радости. Как известно, домовые очень любят жить в тех семьях, где мир до согласия и у хозяев, у которых всегда в доме царит порядок, которые к хозяйству относятся бережно и внимательно. Если же кто из супругов провинился, то домовой может пустить в дело болезненные шлепки и щипать аж до синяков. Тут уж только одно спасение – молитва. Если кажется, что в доме поселился домовой, расстраиваться ни в коем случае не нужно. Лучше постараться с ним подружиться. Содержать дом в порядке, и сохранять мир в семье. Ну, а кто считает, что это все предрассудки, в любом случае порядок и хорошие отношения в доме тоже не помешают. Мало ли что. Продолжение истории читайте на сайте жаж.клаб.